Так, добрый день, друзья. Я с удовольствием прямо сейчас сразу предоставлю слово Игорю Романовскому. В прошлый раз мы с большим интересом слушали информацию про спирулину. И сегодня у нас продолжение разговора про хвореллу. Игорь, здравствуй. Добрый день, как меня слышно? Отлично, мне слышно отлично. Благодарю, отлично. Я попробую сделать так, чтобы ты был на основном экране. А то в прошлый раз получилось, что ты говорил, а был на маленьком экране, по большей части. Вот, сейчас ты на большом экране. И я с удовольствием тоже сама послушаю про хвореллу, потому что не изучала этот вопрос, скажем честно. Игорь, я тебе даю слово, пожалуйста. Благодарю, Байя. Рад всех приветствовать участников эфира и зрителей этого видео в записи. Итак, давайте сегодня продолжим наше общение на тему микроводорослей. То есть в прошлом эфире мы общались про спирулину, про очень уникальную микроводоросль, которая больше бактерий, если рассматривать с точки зрения природы. А хлорелла, хотя она, в принципе, вот эта хлорелла тоже, да, она растет там же, где и растет эта спирулина, казалось бы, да. То есть они живут в одном месте, да, но абсолютно разные по составу. Вернее как, у них очень похожий состав, но природа так распорядилась, что вот, скажем, каких-то микроэлементов, витаминов, аминокислот, скажем, в хлореле больше, а каких-то, наоборот, в спирулине больше, да. То есть у них вот идет такая взаимодополнение, я бы так сказал, да. Получается, что хлорелла, это микроводоросль, растет так же, как и спирулина в пресных водоемах вообще, да, и выпускается так же в виде либо зеленого порошка, либо в таблетках. Единственное, вот сразу начнем с обоняния, да, то есть запах у хлореллы, он более мягкий, он не такой резкий, да. Соответственно, это классическое растение, и там толстая клетчатка, да, клеточная болотечка толстая, да, вот. И, соответственно, для того, чтобы наш организм мог получать из нее пользу, ее необходимо, скажем, разбивать, то есть вот эту клеточную мембрану, да, необходимо разбивать, что, в принципе, происходит вот в данной, в производстве вот данных хлореллы, да. Вот. Хочу также отметить, что хлорелла богата важными витаминами, минералами, микроэлементами, аминокислотами и пигментами. Например, в ней есть такой пигмент лютеин, который накапливается в сетчатке и задерживает до 40% вредного ультрафиолетового излучения, попадающего в глаза, да, а также укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Особенно это актуально, естественно, вот тем людям, которые очень часто проводят у компьютеров, у экранов смартфонов, да. Также там есть такой пигмент, как астаксантин. Получается, что он защищает центральную нервную систему, снижает риск возникновения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других, защищает от возрастного старения, в том числе ухудшение зрения, предупреждает развитие инсулина, инфарктов, укрепляет иммунитет, повышает силу, выносливость и работоспособность организма. Что еще важно, вот именно прям важно отметить, хлорелла, многие, но об этом сколько я тоже читал, изучал, да, то есть сразу, хлорелла это чемпион по содержанию хлорофилла, да, то есть больше нету никаких продуктов, у которых такое максимальное содержание, да, вот чтобы не ошибиться, я точно скажу, что здесь хлорофилл 1700 миллиграмм, скажем, если, допустим, взять спирулину, в спирулине 800 миллиграмм, что тоже считается хорошо, но здесь, представляете, 1700 миллиграмм, это просто, ну, мощнейшая доза, соответственно, да, она, благодаря этому, обладает ярко выраженным детокс-эффектом, например, тем, кто, скажем, очень прям хочет похудеть, стоит обратить вот на хлореллу внимание в данной ситуации. Кроме этого, очень важный момент, помните, мы в прошлый раз про спирулину говорили, что при некоторых аутоиммунных заболеваниях, да, не рекомендуется спирулину принимать, ну, как минимум, без рекомендации врача в плане дозировок, может быть, да, еще что-то, да. Вот хлорелла здесь, можно сказать, альтернатива, почему? Потому что в ней нету йода. Как известно, да, при многих аутоиммунных заболеваниях, ну, скажем, людям йод противопоказан, да, применение, а здесь в хлореле его нету. И это тоже вот очень важный момент его отличия. Что еще я хотел бы рассказать сегодня о хлорелле? Вот, во сколько раз увеличивается, вот некоторые люди спрашивают, да, я тоже изучал этот вопрос, во сколько раз количество лактобактерий увеличивается за сутки при употреблении хлорелла? Получается, что аж в 8-12 раз за сутки, за сутки, да. Соответственно, усвоение и метаболизм повышается, и бедоступность полезных веществ в еде становится выше, да. То есть получается, что благодаря употреблению хлореллы у нас происходит вот увеличение КПД, усвоение вообще того, что вообще можно из этой пищи, которую мы употребляем потом в течение дня, вычленить, так сказать, да. Вот. Соответственно, что еще важно? Благодаря, опять же, составу вот этому, да, спирулина, ой, извиняюсь, хлорелла, получается, она стимулирует, скажем, создание достаточного количества иммунных клеток в нашем организме, да. Да. Вот. Как мы знаем, в нашем организме токсины вывозятся за счет гуморального иммунитета, да, жидкостного, и за счет клеточного иммунитета. Так вот, клеточный иммунитет отвечает за образование иммунных клеток. Они отвечают за выявление и выведение токсинов из организма, да. Соответственно, хлореллы – это отличный строительный материал как раз для создания вот этих клеток. Вот. А иммунитет, в первую очередь, это способность выводить яды, ну, то бишь токсины, да, из организма. Что еще вот очень важно и необычно, да, то есть это ускоренная регенерация нашей кожи, да. То есть вот, скажем, начиная от того, что очень полезно делать маски, да, на лицо, потому что она прям очень быстро, то есть там эффект буквально за 3-7 процедур можно увидеть. Даже при акне, да. И заканчивая, допустим, там вот люди описывают тоже, кто пользовался именно вот в таких ситуациях, допустим, где-то протерли кожу, да, где-то вот какое-то ранение было такое сильное прям, да, засыпаем просто сверху рану хлореллой и она просто моментально, практически моментально заживает, да, то есть ускоряются вот просто мощные функции к регенерации. И, соответственно, ее, исходя из этого, просто вот прям очень-очень рекомендовано использовать, ну, как минимум в масках, это точно, вот, с точки зрения именно восстановления нашего кожного покрова. Получается, что хлорелла и питает организм полезными веществами, да, и выводит вредные вещества. Вот. Получается как бы одновременно, да, то есть очень часто бывает так, что, к примеру, человек пропивает что-то, да, ну, вот очищает организм, к примеру, но каких-то полезных веществ, ну, допустим, даже глина, она очищает и она вносит, ну, только микроэлементы. А здесь одновременно еще очень мощный набор других веществ важных, да, и таким образом она, получается, поддерживает здоровье, иммунитет усиливается, да, и у людей появляется, ну, скажем, больше ресурса. То есть получается как? Вот опять же, это чисто мое видение, вот как я вижу, да, то есть каждый волен выбирает сам, да, то есть вот я, ну, как бы сколько уже наблюдал за собой, за теми людьми, которые ко мне за рекомендациями обращались. То есть, допустим, после, вот, к примеру, там, условного голодания, после, вот, вашего курса, да, когда уже все почистили, пропить спирулину курс хотя бы там месяц-два, потом повторить, скажем, голубой глиной курс очищения, и потом на следующем этапе пропить уже хлореллу. И тогда будет, ну, прямо мощный кумулятивный эффект. Также еще очень такой интересный момент, да, хлорелла очищает кровь, когда в крови понижение количества эритроцитов, да, хлорофилл поможет, вот, решить эту проблему. Соответственно, новые эритроциты за счет гемоглобина распространяют кислород по всем клеткам тела, что положительно сказывается на общем вообще состоянии человека. Вот, также в хлорелле есть так называемый CGF, это хлорелла-грау-фактор, то есть фактор роста хлореллы. Это пептиды из ядра клеток хлореллы, которые обладают свойством омоложения организма. Ну, в общем-то, вот это то, что я вот главное сегодня хотел рассказать про хлореллу, и еще такой момент по приему, да, хлореллу рекомендуют принимать тоже в такой же пропорции где-то 5-10 грамм в сутки, желательно 2 раза в день. Единственный момент, что если у людей есть какие-то, скажем, проблемы, там, с ЖКТ или еще что-то, то ее не рекомендуется употреблять натощак, лучше во время еды, да, пока не пройдет вот эта какая-то болезнь, да, которая связана с ЖКТ. Ну, естественно, конечно, в любом случае, если есть какие-то проблемы со здоровьем, особенно с ЖКТ, да, то есть аутоиммунные заболевания, все равно я всегда рекомендую поговорить с лечащим врачом, потому что, ну, обычно такие люди, они уже куда-то, то есть раз они знают свой диагноз, они уже, у них уже есть врач, да, то есть лучше всего, ну, как минимум проконсультироваться, потому что в любом случае, как бы, каждый человек, сколько бы он ни консультироваться, выбор за ним, да, то есть кроме него ответственность, ну, за него никто не возьмет, да, то есть, но, по крайней мере, послушать разные, как бы, мнения и потом прислушаться к своему интуиции, к своей интуиции лучше всего, конечно. Вот. То есть вот таким образом. Скажите, есть какие-то, может быть, вопросы, что-то, возникли, может быть, какие-то вопросы или еще что-то? Игорь, ну, вот ты сейчас сказал это, проконсультируйтесь с вашим врачом, но мы же прекрасно понимаем, что, скорее всего, врач, который ведет пациента по какому-то хроническому заболеванию, вряд ли он будет консультировать по пищевым добавкам, ну, или там по продуктам питания, он, скорее всего, ограничится только консультацией по приему лекарств. А хлорелу мы относим к продуктам питания или к биологическим добавкам? Как тут правильнее будет? Дело в том, что я почему это говорю именно для тех людей, для которых по какой-то причине все-таки важно мнение. Потому что, скажем так, те люди, которые, скажем, не верят врачам, ну, допустим, это же выбор каждого. То есть те люди, которые, в общем, сами занялись, то есть понятно, что у них нет врачей, они к ним не ходят, и спрашивать о них не будут. Ну, вот, как бы эта информация больше для тех людей, которые все-таки туда ходят, да, потому что я уже очень много сталкивался с, скажем так, с людьми, которые вроде бы, да, сказали, все, я больше туда не хожу, я вот сам все, но где-то что-то прижало, и человек быстренько туда побежал, на поклон. Ну, то есть это неплохо, нехорошо, но, как бы, просто такие люди тоже есть, и, как бы, я считаю, что, ну, мне важно их, ну, тоже предупредить, да, то есть раз для них это важно, просто чтобы они тоже для себя имели, скажем, в виду этот момент. Ну, да, это правильно, потому что все-таки этот продукт, он непривычен для нас, да, мы же его не употребляем, как хлеб, поэтому, конечно, нужно и начинать постепенно, и лишний раз лучше где-то там перестраховаться, переспросить или как-то, а я не знаю, может, я пропустил или ты не сказал, по вкусу она как, она отличается от спирулины? Вот и по вкусу, и по запаху она отличается, да, то есть она больше похожа на вкус, то есть более растительный, да, так сказать, и он более такой, как сказать, он более мягкий, то есть он не такой вот резкий, как у спирулины, да, вот, и вот, допустим, у меня без подготовки не было, вот как со спирулиной, да, то есть прям резко, а здесь нет, здесь как-то попроще. Вот. А вот скажи, да-да-да. Вот сам перечный, как ты ее употребляешь, хлореллу, вот сам? Вот на данный момент, допустим, да, я пью спирулину, к примеру, да, а на следующий месяц я запланировал пропить хлореллу. То есть я... С водой, да? Так же, как и спирулину, с водой, да? Да, подготавливаться все точно так же, то есть мы берем 5-10 грамм, но я рекомендую 5 грамм и вообще еще более такая крутая рекомендация по своим ощущениям, да, потому что кому-то, может быть, вообще пол чайной ложки будет достаточно, да, вот, и вот 100 грамм, 100-150 грамм воды заливаем в стакан, предварительно засыпав микроводоросли, да, вода теплая должна быть, не холодная, не горячая, теплая, ну, можно сказать, чуть-чуть, чем просто, скажем так, не сильно горячая, чтобы не убить полезные все вещества, да, то есть, ну, градусов 30 спокойно, 30-35 градусов спокойно можно заливать, да, то есть, вот, и дать, опять же, настояться от 5 до максимум 15 минут. В идеале, в принципе, я вам честно скажу, 5 минут – это вот прямо вот, прямо оно, да, то есть, вот. И есть вариант какой, то есть, я тоже так пробовал, я постоянно тоже смотрю, экспериментирую, да, то есть, первый вариант – можно пить спирулину, допустим, да, утром просто, или утром и вечером, если мы хотим больше дозы суточную, да, увеличить. Второй вариант – мы пьем отдельно хлорелу тоже утром 5 грамм и вечером 5 грамм, или только утром 5 грамм, да, то есть, самое лучшее время приема любой водоросли – это утром. Если мы хотим, скажем, поэкспериментировать, как наш организм это примет, это мы делаем так, утром принимаем спирулину, вечером – хлорелу. Потом, через, допустим, пару недель можно поменяться. Утром – хлорелу, вечером – спирулину. Опять же, по 5 грамм. И то, и то усвоится, она очень быстро усваивается. Ну, и потом, то есть, если вы, допустим, попробуете месяц так попить, месяц так, месяц так, допустим, да, и каждый для себя, вот, ну, выбери, да, потому что есть люди, которые говорят, ну, что-то мне, как бы там, не знаю, хлорелла не зашла, вот спирулина прям хочется, вот организм просит, и все. Ну, можно остаться на ней, потому что там, ну, много всего. Или наоборот? Ну, обычно, да, обычно организм сам подсказывает, что ему нужно. И лучше следовать именно подсказкам организму. Я навсегда этому учу. Через силу вы будете пихать в себя там, да, какой-то продукт, все равно не будет результата хорошего, если это делается через силу. А вот когда действительно интуитивно этого хочется... У меня вопрос, здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела узнать, вот этот вот хлореллу пить сколько раз в год? Так же, как два раза весна-осень или как? Для омоложения, для витаминов? Алия, благодарю за вопрос. Я рекомендую вот выбрать один или несколько суперфудов. Но, опять же, да, у каждого просто по карману, по возможностям. И, опять же, вот как мне понравилась Бая, да, то есть потому что я с вами тоже, Бая, именно здесь мы прям очень как единомышленники, да, то есть я тоже вот именно за интуицию внутреннюю, да, то есть вот как нам внутренне хочется. Но я рекомендую употреблять на постоянной основе. То есть не так, что вот пропили месяц-два и все. Дело в том, что наш организм, ну, у большинства, давайте так, не будем как бы обобщать, у многих людей на сегодняшний день, вот если почитать вот здесь вот этот состав, а здесь его, ну, просто, ну, как бы гигантское количество всего, да, большинство вот этих веществ у многих людей в дефиците, да, чтобы организм начал понимать, что мы ему что-то даем, требуется от трех месяцев пить беспрерывно, то есть не прерываясь ни на один день, да, вот. Просто когда вы, допустим, месяц-два пропили спирулину, потом без перерыва пьете хлорелу, в хлореле же практически те же витамины, аминокислоты и микроэлементы, просто дозировки разные, да, но организм все равно так вот, если посмотреть, как поток, он все равно продолжает получать очень много хорошего, качественного питания, да, и ваш организм только там на четвертый-пятый месяц реально будет вам, скажем, вы почувствуете, да, вот этот эффект кумулятивный, да, потому что за месяц, за два это, ну, не то, что это ничего не даст, в любом случае это лучше, чем ничего, но я рекомендую, да, то есть на постоянной основе употреблять, это вот то же самое, что, к примеру, мы едим там, не знаю, там, огурцы, помидоры, петрушку, укроп, то есть мы же не раз в год там или не один месяц в году, да, едим, а вот, вот здесь то же самое, единственное, выберите то, что вот прям ваш организм захотел бы употреблять, чтобы это было в кайф, чтобы вам нравилось это. Игорь, а вот по твоим наблюдениям флорелла влияет как-то на стул? На стул, ну, она обладает, естественно, детокс-эффектом, да, то есть она способствует выведению очень много всего, да, то есть и, естественно, она влияет на стул, но и опять же очень важный момент про воду, да, так же, как и с глиной, да, здесь очень важно пить достаточно воды в течение суток, вот, так же, как вы рассказывали, что, ну, я тоже именно за равноценное, скажем так, равноценными дозами, да, в течение дня пропивать необходимый объем воды, да, чтобы, опять же, это было гармонично и чтобы было максимальное усвоение этой воды. Она в стакане сильно разбухает, нет, хлорелла? Ну, вот, по моим наблюдениям, она чуть-чуть меньше набухает, чем, скажем, спирулина, но незначительно, примерно то же самое, то есть она не так, что прям вообще выпирает, то есть, вот, но она вот, да, разбухает так вот. А где ты хранишь хлореллу, ну, и спирулину? В этих же пакетах или в банках в темном месте, в прохладном? Вот в этих же пакетах, здесь очень удобно, здесь есть диплок, то есть она плотно закрывается, и шкафчик в прохладном месте, то есть, ну, не на солнце, не на где-то там, не на подоконнике, да, чтобы это не нагревалось, это, да, тоже очень важный момент. Какой у них срок годности? Срок годности, ну, смотрите, срок годности, вот, именно у ТОП спирулины, да, вот, то, что через нас реализуется два года. Два года. У меня еще один вопрос. Да, далее, конечно. Ребенку 19 лет, она кушает, как обычно, традиционно. Я могу включить в ее вот рацион хлореллу? Конечно, ну, желательно, чтобы она тоже хотела, да, желательно, чтобы она тоже захотела. То есть, в принципе, смотрите как, вы можете просто в салат добавлять, да, опять же, если это зайдет, да, потому что может быть так, что это, ну, просто, ну, не зайдет человеку, и все. То есть лучше осознанно, да, то есть как минимум найти то, что ей интересно, допустим, может ей интересно там похудеть, или чтобы у нее кожа стала более там какая-нибудь красивая, эластичная, да, то есть как-то заинтересовать именно, чтобы это была инициатива на ее стороне. Тогда вы сможете помочь ей. Она сказала, я хочу. Поэтому это пьет утром, чтобы много воды пить, или можно вечером? Нет, можно, смотрите, на ночь, именно на ночь я не рекомендую. Я рекомендую вечером, в смысле, за 15, скажем, 20 минут до ужина, да, то есть до еды. И то же самое утром, скажем так, если нету никаких проблем со здоровьем, то можно натощать. Если есть проблемы, как я сказал, с ЖКТ, то лучше во время еды. Ну, то есть как выпили, и сразу именно, чтобы у вас был завтрак, да, то есть чтобы вы что-то съели. Опять же, желательно, чтобы еда была легко усвояемая, да, чтобы, скажем, вот все полезное, что есть, скажем, в этих микроводорослях, да, то есть максимально тоже усвоилось хорошо. Я, конечно, не знаю, ничего не дурчала. А где его приобретают? Где покупают? Абая потом вот ссылочку... В БАЗе, да? Ну да, это, в принципе, все то же самое. Это один и тот же поставщик наш уже несколько лет. Это источник жизни. Там, где мы берем глину, где мы берем спирулину, теперь мы будем брать фореллу. Это все тот же Игорь Романовский и его компания «Источник жизни». Так что ссылка, я ее дам дополнительно в чат, но она, в принципе, одна и та же. Ну, я продублирую. Спасибо. Игорь, для начала, каким объемом купить фореллу, ну, и спирулину тоже, чтобы понять, зайдет, не зайдет? То есть какой объем изначально ты рекомендуешь брать? Я рекомендую, вот, скажем, у меня есть две рекомендации. Первая, если внутри, да, то есть всегда у нас организм даже еще не попробовал, все равно, знаешь, есть внутренняя интуиция. Если у вас есть как бы сомнения, возьмите по 100 грамм, 100 грамм спирулины, 100 грамм хлореллы, да. Опять же, если сильные сомнения, сразу берите в таблетках, да, чтобы потом, скажем, ну, не разочаровываться, чтобы этот порошок у вас просто так не лежал. А если вы вот прямо вот интуитивно чувствуете, что вот это оно, то я рекомендую брать сразу 500 грамм. Почему? Потому что в пересчете, да, 500 грамм выходит намного дешевле. Вот, ну, придется платить намного меньше денег. И у вас сразу, то есть вот вы сейчас заказали, к вам доставка что 100 грамм, что 500 грамм. Сама доставка будет стоить столько же, да, то есть поэтому в любом случае это намного выгоднее. 500 грамм сразу брать. Ну, мое такое мнение. Мне понравилось, что можно еще маску делать из него, правильно? Я услышала. Да, можно делать разные маски, да, где-то даже добавлением глины, то есть можно и глину, и хлорелу, и глину, и спирулину, да, то есть там, вот если вы просто откройте в интернете там, ну, рецепты масок на основе хлорелы, там, спирулины, глины, там просто рецептов море есть сегодня, да, то есть. И поэтому я рекомендую, да. Ну, как минимум, хлорелу точно рекомендую, да, то есть я когда об этом узнал, ну, это просто вообще, я считаю, это подарок, можно сказать, для женщин. А у тебя жена делает маски из хлорелы? Она делает и спирулины, и глины, и хлорелы, то есть по-разному. Как часто она делает? Ну, честно, я не успеваю за ней следить, потому что я уезжаю, когда еще они только-только все просыпаются, и приезжаю зачастую, когда уже это, поэтому, но я у нее уточню, но она вообще любит очень себя, поэтому я думаю, что она, ну, очень часто этим занимается. Ну, да, мы, знаешь, Игорь, раз уж мы с тобой на таких тут давнишних уже дружных отношениях, я прямо от себя лично просьба такая к твоей жене, не могла бы она поделиться с нами своими личными рецептами, то, что она делает из масок для себя, для кожи, ну, для лица, наверное, потому что нам это очень актуально, мы здесь вот собрались люди в основном женского рода в нашем марафоне, и в основном, конечно, мы возрастные, ну, то есть возраст-то разный, понятно, что это может быть и 40, и 60, но в любом случае мы не молодые девчонки, у которых нет проблем с кожей, у нас у всех в той или иной степени есть проблема, особенно если люди снижают вес, то кожа провисает, и бывает, что и сохнет, и приходит в не очень хороший вид, поэтому для нас очень актуальны вот эти все вещи, что касается наружного применения, то есть насчет внутреннего у нас как-то более-менее все-таки, мы тут, у нас есть свои законы в питании, вот у нас есть, да, правила применения БАДов и так далее, а вот насчет наружного, тогда будет просьба, значит, к твоей жене, и присылай нам тогда в чат твои... Хорошо. Хорошо? Да, договорились, хорошо, очень интересное предложение, благодарю. Да, да, да. Благодарю. Да, мы это все очень любим. Так, еще там у кого какие-то вопросы, ребята, задавайте, пока Игорь на связи. Игорь, на ближайшее время там какие-то обзоры ты еще планировал, что-то интересное по твоим... Что-то интересное по моим продуктам. Вообще, на самом деле, я хотел бы еще более глубже, потом, попозже пообщаться на тему голубой глины, но точно пока не могу сказать, да, потому что, ну, есть моменты, которые тоже хочется еще глубже кое-какие моменты там прояснить для самого себя, но, кстати, вот так как мы по поводу масок и всяких аппликаций заговорили, да, вот хочу напомнить, что у нас в ассортименте, в принципе, ну, относительно не так давно, по сравнению с пищевой глиной, да, у нас появилась именно голубая косметическая глина, там размер банки килограмм, да, то есть, скажем, раньше, кто хотел голубую глину, приходилось 100-граммовую покупать, очень дорого, да, выходило, а сейчас вот можно килограммовую баночку, у нас вот некоторые женщины там сразу коробками по 8 килограмм ее покупают, вот, и рекомендую... А что они с ней делают? Маски. Маски? Маски, да, то есть маски на лицо тоже, да, с голубой глиной. Аппликации, антицеллюлитные аппликации есть. Вот, кстати, по антицеллюлитному обертыванию, да, я могу скинуть очень интересный рецепт. Скидывай, скидывай, будем благодарны. Хорошо. Не забудь, пожалуйста. Да, обязательно хорошо я скину. Угу. Вот, поэтому рекомендую вот прям голубую глину, вот, повзаимодействовать с ней, да, потому что прям очень-очень приятная глина вот в косметике. Тогда мы запланируем на ближайшее будущее бинар именно по голубой глине, потому что по белой у нас уже было много, а по голубой мы немножечко только касались, и да, тоже было бы интересно углубить свои знания в этой теме. Хорошо, договорились. Так, ну что, тогда, если нет вопросов, мы можем закончить на сегодня, да, Игорь? Да, конечно. Я благодарю тебя. Как всегда, все очень интересно и познавательно. Благодарю. И что, до новых встреч тогда. Благодарю, Бая, за приглашение. До новых встреч. Благодарю за вопросы. Всего доброго. Всем спасибо. Доброе спасибо. Всего доброго всем. Всего доброго. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok